Роудшоу премии «Наше Подмосковье» провели в Люберцах. В рамках мероприятия была организована встреча с жителями. Им рассказали про премию «Наше Подмосковье», а также объяснили, как заполнить заявку на сайте нашеподмосковье.рф. В этом году в условиях соискания премии «Наше Подмосковье» произошел ряд изменений. К примеру, каждый участник сможет зарегистрировать только один проект. В обязательном порядке в течение двух месяцев презентовать его. Кроме того, работы номинантов поддаются по четырем основным категориям. Они определяются по количеству членов инициативной группы, вовлеченной в реализацию проекта. Об этих и других нюансах представители общественной палаты Московской области рассказали жителям Люберец, которые участвуют в премии «Наше Подмосковье-2017». Могут подавать только жители Московской области, постоянно зарегистрированные, либо у них должна быть временная регистрация в течение шести месяцев на территории Московской области. В инициативной группе могут быть жители других регионов, но они должны эту деятельность осуществлять только на территории Московской области. Среди люберчан, которые пришли на встречу, можно было встретить лауреатов предыдущих премий. Они поделились опытом с теми, кто впервые участвует в масштабном мероприятии. Например, среди новичков активисты из Томилина. Их проект «Дед, я тебя помню» уникален. На сегодняшний день аналогов такому знамени, на котором вышито более тысячи имен героев Великой Отечественной войны, нет во всем мире. Впервые 25-метровое народное творчество было продемонстрировано на праздничном параде 9 мая. После Дня Победы уже дошито еще шесть рядов. То есть к следующему году наше знамя будет продолжать увеличиваться. Люди продолжают приносить своих бойцов и регистрироваться. Здесь есть участники из Канады, есть из Парижа. Сейчас они проживают за рубежом, но их деды именно были кренными тамилинцами. Кстати, тамилинское знамя уже перешагнуло за границы поселка. Из других городов, а в том числе и из Москвы, поступает большое количество пожеланий увековечить имена родственников-фронтовиков. Организаторы проекта не отказывают никому, ведь это общее народное знамя и общая народная победа. «Вот это знамя, оно сплотило людей очень разных национальностей. Тут абсолютно все народности Советского Союза, они опять вместе, как в те старые добрые времена». Как показывает практика, таких неравнодушных и активных жителей в Люберцах много. По количеству поданных заявок округ традиционно занимает лидирующие позиции. На сегодняшний день около 700 жителей зарегистрировали свои проекты. А для тех, кто пока задумывается об участии в ежегодной губернаторской премии, есть ещё время. Заявки принимаются до 24 июня включительно. Луиза Игазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.